Мы уехали немножко назад. Краткое содержание предыдущих серий. Наша история импортозамещения началась в 2018 году. Были получены интересные результаты. И об этих результатах я рассказывал и на Хайлоде питерском, и на Пиджиконфах. Чтобы каждый год не рассказывать одно и то же, я продвинусь дальше. Что мы сейчас делаем? Вообще, кто мы такие? Я работаю в отраслевом институте российских железных дорог, в НИИЖТ. Мы делаем систему, которая позволяет планировать расписание грузовых поездов, железнодорожное. Это система Эльбрус. Она работает на всех железных дорогах России от Калининграда до Хабаровска. В 2012 году мы даже получили премию Международного союза железных дорог за инновацию в этой области, потому что расписание у нас передовое. Вот так выглядит расписание глазами нашего клиента. Это график движения поездов. Там есть историческая область, текущая, плановая. Это расписание строится нашими клиентами. Этих расписаний много, они обмениваются. Это аналитика о том, как ездят, которая тоже делается на основе нашей базы. И как устроено, собственно, это все изнутри. Изнутри это одно расписание. Очень сложный объект. Там порядка 20 различных типов объектов в этом расписании. Оно, одно расписание занимает до 500 мегабайт. Его конструирует тяжелый клиент при помощи некой модели. Дальше все это располагается пространственно распределено на 16 железных дорогах. И есть еще центральный уровень, который позволяет строить аналитику и выполнять еще дополнительные прогнозы. Архитектура у нас классическая трехзвенная. Действительно, на уровне базы у нас монолит, потому что задача специализированная, задача компактная. У нас Java, у нас был open source с самого начала, за исключением базы данных Oracle. У нас была база данных Oracle, стандарт Edition 1. Это был 2006 год. На тот момент Postgres не удовлетворял требованиям, которые мы предъявляли к системе. И наша база устроена так, что там порядка 250 активных таблиц. В центральной базе там до 2 терабайт данных, на дорожных уровнях где-то 250. И самое главное, что у нас порядка 50 тысяч строк кода было хранимых процедур. До того было на PL и SQL, их было больше, часть усохла при переезде на Postgres. Сейчас их порядка 50 тысяч на Postgres. Используются автономные транзакции, эмуляция, потому что у нас Postgres ванильный. Используется у нас временные таблицы, в смысле Oracle. Тоже об этом расскажу, как мы выкрутились. И основная особенность нашей специализированной базы, что у нас мало клиентов и транзакции редкие и крупные. Потому что задача это расписание хранить, обрабатывать, фильтровать, обмениваться с соседями. Почему мы реализовали интерфейс с базой только через хранимые процедуры? Потому что у нас предметная область понятная, достаточно сложная. И, соответственно, логика хранения таких сложных объектов, она должна быть сосредоточена внутри базы. Потому что неоднократно делали партицирование, делали какие-то преобразования структур данных. Клиент, естественно, этого не замечал. Потому что пока API сохраняется, взаимодействие с сервером приложения и дальше, то, собственно, ничего не происходит. Можно этим заниматься. И самое главное, можно иметь хороший механизм профилирования, логирования. Когда происходит что-то с точки зрения, что бизнес-логика как-то у нас не так работает, или у нас что-то не то с производительностью, всегда можно разобраться. Об этом я хочу сегодня рассказать, как мы эти задачи решали. Что у нас произошло нового по сравнению с прошлым? У нас продолжается эксплуатация системы, на которую мы переехали с Оракла. И вылезли проблемы, которые можно уже отнести к проблемам хронических заболеваний. Потому что какие детские болезни мы порешали, про них тоже будет. Но хронические заболевания научились решать только сейчас, лечить. И плюс в качестве расширения нашей системы мы сделали следующую систему. Теперь поподробнее поговорим о том, как у нас происходило импортозамещение. Импортозамещение у нас в 2018 году началось с того, что нам позволили маленькую подсистему, буквально таблиц, пару десяток процедур перенести. И опыт приобрели мы, и опыт приобрели коллеги на местах, которые, собственно, впервые столкнулись с подсгрессом. Чтобы его не бояться, вот эту первую пилотную задачу мы сделали. Второе, что произошло, это, собственно, сам переход. Как вот сегодня был первый доклад. Это интересно, это бурно, это большой опыт, но повторять его целиком сейчас в этом докладе я не буду. Мы перешли, у нас была параллельная эксплуатация. То есть полгода у нас система на Oracle и система на Postgres работали на соседних машинах. Причем Oracle какое-то время был ведущий, Postgres ведомый. Опять же, все привыкали, что ничего не упадет, не сломается, ничего. Потом они поменялись местами, а потом Oracle окончательно исчез. Попутно решались проблемы со скоростью, с местом, с эксплуатацией, с метриками. И, так сказать, в 2020 год мы вкатились с тем, что какие-то все-таки проблемы остались. И о том, как мы эти проблемы решали, мы поговорим. Как мы переносили? Переносить можно было, естественно, тремя способами. Вот этот вот код хранимых процедур. Можно было сесть и переписать заново. Это всегда не получается, потому что не хватает времени, ресурсов. И есть другие задачи, которые тоже нужно решать. Потому что импортозамещение, как всегда, приходит внезапно. Можно было оставить как есть, но тоже ряд проблем пришлось решить. Поэтому золотое решение было небольшой рефакторинг в процессе переезда проделать. Здесь в докладе я оставил специально шаги, которые мы сделали. То есть это те дела, которые надо сделать, через них не перепрыгнешь. Этот список, естественно, все время растет. И в этом году, в этом списке мы доросли до того, что мы лечим хронические заболевания. Мы расширяем метрики мониторинга, которые следят за производительностью. И мы разбираемся, почему же все-таки у нас там временами база работает медленно. В дальнейшем следующий шаг, который здесь нарисован, но еще не сделан, это переехать все-таки с ванилой на Postgres Pro. Потому что наш заказчик Postgres Pro приобрел, но нужно какую-то техническую работу привести для того, чтобы все-таки уже с ванилой перейти на Pro. Это тоже не так просто. Первое, что пришлось сделать, когда мы переезжали, это придумать обходные решения. Потому что в Oracle мы привыкли к одному, в Postgres многих вещей не хватает, а многие вещи ведут себя по-другому. Во-первых, нам обязательно нужны были автономные транзакции. Не для того, чтобы писать что-то поперек транзакции, а для того, чтобы делать логи. Чтобы мы понимали, что у нас происходит внутри нашего приложения. Спасибо присутствующему здесь Ивану Фролкову, который написал PgV-Rables. В сочетании DataWays Link и PgV-Rables нам на ваниле удалось реализовать достаточно производительный способ писать данные в таблицу поперек транзакций. Дальше я покажу, что это действительно в нашей ситуации быстро и не создает заметной паразитной нагрузки на сервер. Кстати, вместо PgV-Rables можно еще использовать параметры в конфигурационном файле, но это решение гораздо хуже. Поэтому лучше все-таки, если уж вы хотите пользоваться не Pro, а ванилой, то лучше использовать такую связку. Второе обходное решение это использование временных таблиц в смысле Oracle. То есть таблицы, которые в словаре данных есть независимо от транзакции. Почему это важно? Когда мне сервер приложений передает 500 мегабайт данных расписания, для того, чтобы я это при помощи процедуры сохранил, единственный возможный способ передать такой объем данных на вход процедуры, это поместить его куда-то. Oracle помещалась во временную таблицу. В Postgres временная таблица создается только в момент транзакции. Ее нельзя создать заранее. И сервер приложений про это не знает. Чтобы не менять сразу систему во всех местах, мы постарались сервер приложений сохранить максимально в его старом варианте. Тем более, что во время переходного периода система у нас умела писать сразу в две системы. Преимущество API, реализации работы с базой через API, что примерно полгода сервер приложений параллельно умел работать и с Oracle и с Postgres. Причем переключение было, грубо говоря, остановить там кэт, поменять конфиг, кто из них ведущий, и заново запустить. У нас мы могли переехать с Oracle на Postgres и обратно. Но для этого интерфейс должен примерно быть таким же, как и в Oracle. Мы реализовали сначала это через Unlogged таблицы. Как потом оказалось, решение было ошибочным. Почему? Мы сейчас увидим. Как говорил нехороший человек из этого произведения, если вам дороги жизни рассудок, от некоторых объектов следует держаться подальше. Дальше входные инфраструктурные решения. Это отсутствие джобов. В ванильном Postgres нет ничего, что умеет делать джобы. Есть, опять же, различные расширения, есть всяческие приблуды. Вот нам пришлось написать свою, потому что там кэт у нас уже был, джава-приложение было. В едином стиле мы сделали себе небольшое джава-приложение, которое умеет запускать пакетные задания и умеет делать еще много чего хорошего. То есть в нашем случае это удобно. В вашем по-разному эти вопросы можно решать. Начиная от простейшего крона. Из запомнившихся моментов при переезде различное поведение to timestamp и date. То есть в Oracle мы привыкли, что date это такой же timestamp, только чуть-чуть с меньшей точностью. А в Postgres все строго, date это date. То есть это день без времени и числа. Синтаксически все замечательно, пока не сталкиваешься с результатами и находятся не сразу. А второй момент замечательный тоже. Наш Oracle код изобиловал операторами merge. Он, конечно, прекрасно заменяется. Insert on conflict do update в Postgres. Но если указывается не constraint, относительно которого возникает конфликт, а просто перечисляются поля, по которым конфликт должен возникнуть. Если constraint нет, конфликт не возникает, но синтаксически все правильно. Но в это место код никогда не заходит. Тоже такая трудно обнаруживаемая ошибка, которая попила немало крови. Чтобы все это у нас хорошо работало при переезде с Oracle на ванилу, нам пришлось поставить ряд расширений. По отношению к Postgres Pro практически все эти расширения являются встроенными. А по отношению к ваниле, два из них, Oracle, FDV и PgV Rables, приходится собирать из исходных текстов. Это очень неудобно, это затрудняет обновление сервера. Потому что при смене библиотеки операционной системы, при повышении версии, при повышении версии Postgres'а, надо по-хорошему заново компилироваться. Иначе работоспособность неизвестна, будет работать или не будет. Теперь, собственно, что я хочу в этом году рассказать. Как мы проверяем, где у нас источник проблемы, как мы ускоряем наши хранимые процедуры. Для этого мы должны уметь измерять производительность того, что у нас происходит на базе. Вообще измерять производительность приложения в целом идея хорошая. Она должна и на клиенте измеряться, и на сервере приложения измеряться, и в базе измеряться. Но, относясь конкретно к нашему случаю, вот у нас, например, медленно стало сохраняться расписание, или медленно стало читаться. Возникает вопрос, а что случилось, где искать причины этого, и что, собственно, конкретно делать, чтобы у нас снова стало хорошо. Для этого максимальный объем информации мы можем собрать, естественно, находясь внутри самой хранимой процедуры. Хранимые процедуры у нас достаточно большие. Поэтому по-хорошему возможность управлять производительностью лучше закладывать при проектировании. Иметь возможность писать некие логи, в которых, ну, во-первых, измерять производительность, это вообще бесплатно с точки зрения накладных расходов. Внутри кода вы всегда можете поставить некие таймеры и, так сказать, произведите какие-то оценки. И в случае, если что-то вас не устраивает, вы должны об этом кому-то рассказать. Что не держать это в себе, потому что, когда станет плохо настолько, что увидит пользователь, уже будет несколько более стесненные условия для работы, для того, чтобы эту проблему быстро исправить. Вот. Поэтому, по-хорошему, процедуры должны измерять собственную производительность. Если что-то вызывает подозрение, кричать об этом в мониторинг. Вот. И в том числе даже планы выполнения. Вот в Орехле даже планы выполнения писались проблемные в Postgres. И пока мы знаем, что это можно сделать, но это слишком сложно, чтобы быть пока реализовано. Вот. Как примерно выглядит процедура? Здесь в мелкий текст лучше не вчитываться. Это всего лишь иллюстрация к тому, что вот у нас порядка 20 блоков SQL-операторов в большой процедуре. Вот. Из них какие-то проблемные, какие-то хорошие, ну, мы вводим им такие метки текстовые, на которые потом будем ссылаться. И по каждой группе операторов, по каждой фазе мы измеряем просто скорость. Важно знать, какая у нас абсолютная скорость, и важно знать, какая у нас скорость относительная. Во-первых, сверху написано время выполнения. Вот на трех разных железных дорогах одно и то же громадное расписание, оно просто рассылается. Вот время работы с этим расписанием, одно и то же процедуры. На одной дороге 4 секунды, на другой 6, а на третьей 19. Понятно, что там, где 19, это плохо. Но 19, это в принципе 19. А на что это 19 пошло? Вот смотрим, что фаза номер 3-2, 53% в хорошем месте выполняется, относительно общего времени выполнения, там 63% в приемлемом месте, а в плохом месте она выполняется, там, почти 80%. Уже это мощный сигнал, что из всех вот этих SQL-операторов надо, естественно, вот смотреть туда. Да, вот он. И если мы его задавим, то у нас перераспределится общая картина. Когда мы только переехали с Oracle на Postgres, еще, точнее, не переехали, а просто в тестовом инвайдинге, первый раз запустили, писали-писали нашу большую процедуру. И сейчас мы сохраним расписание. Мы его запустили, и расписание вместо 30 секунд сохранялось 19 часов при первом запуске. Ну, неудивительно плохую программу написать может каждая, это легче, чем хорошую. Но просто вот с этого момента мы начали разбираться, а почему у нас она работает так медленно. Каждый следующий шаг. Первый шаг ускорил ее на 12 часов, второй шаг ускорил ее на 6 часов, то есть за первые сутки мы прошли путь от часов до минут, потом уже начали разбираться с минутами. И вот очередной шаг этой итерации. Желтенькие строчки, это как было, зелененькие, как стало на очередном этапе этой итерации. Выделяется этап, на котором у нас проблемы, изменяется скорость, потом мы видим кандидата на следующую оптимизацию. И так вот последовательное действие, на этапе разработки мы, так сказать, доходим до нормального состояния. Потом сдали, все это заработало в продакшене, но вдруг изменились какие-то условия, что-то стал расти, сторож поменялся, технология, например, применялась немножко, стали вызывать чаще, или с не тем объемом данных, объем данных стал расти. У нас все время это все дышит, это попадает в мониторинг, и когда что-то случается, вот, например, что-то случилось, вырос красный пик до такого значения. Ясно, что вот группу SQL-операторов, которые относятся вот к этой части процедуры, надо на нее посмотреть и поразбираться, что же у нас там творится. Когда мы позанимались, поразбирались, выполнили оптимизацию, у нас главный пик снизился, у нас подросли основные пики. Если скорость работы у нас клиента устраивает, все, мы тогда уходим, занимаемся дальше своими делами. Если опять что-то случается, мы смотрим снова на гистограмму и экономим время, силы и так далее. Но чтобы на эту гистограмму смотреть, нужно результат А измерять, и Б писать в какие-то логи и в мониторинг. Теперь о лечении детских болезней, которые у нас происходили при переезде и в первые моменты эксплуатации. Ну, самые лежащие на поверхности. Мы используем активно временные таблицы. Если просто после того, как в эту временную таблицу что-то попало, она как входной буфер, сделаете анализ, мысление Oracle не позволяет делать какие-то анализы внутри. Там же сразу будет коммит, сразу транзакция закончится, в Postgres можно делать все, поэтому делаем анализ, становится быстрее. Вот комментарии в скобках, что почему ранее не делается автовакуум. Это, конечно, касается не временной таблицы, автовакуума временной таблицы не ходит. Но если у вас автовакуум не приходил в какую-то нормальную таблицу, вам надо делать анализ в процедуре, задумайтесь, это значит, что вы делаете что-то не то в вашей базе. Второе, допустим, отсутствие индекса какого-то. Например, заглядываем в PG-stat statements и смотрим на 10 топ-операторов по загрузке. Вот у нас загрузка, вызов процедуры, которая, по идее, должна выполняться очень быстро. Что случилось? Да ничего такого. Обычное объединение, маленькая табличка объединяется с большой. Большая табличка стала большой, потому что не доследили. Все думали, что она будет маленькая. Оказалось, что она большая. Забыли построить индекс. Ну, построили индекс, все сразу стало хорошо, все ускорилось. А сколько стоит, собственно, логирование, которое мы сделали вот таким полуколхозным способом через database link и по GV-raibles? Вот нижняя строчка. Это, конечно, топ-не топ, но если посчитать общее время выполнения, разделить, то получается менее процента. Для нашей задачи менее процента – это ерунда, но возможность постоянно быть в курсе, чем живет наше приложение – это бесценно, поэтому, естественно, мы возможность логирования никогда не отключаем. Оно у нас параметрическое. У нас можно просто задать для каждого типа функции задать признак, логируется она или нет. Если что-то происходит там не то, мы просто включаем на ходу расширенное логирование по конкретной процедуре, она начинает сыпать в лог больше информации, чем обычно, ну и разбираемся, а потом выключаем обратно. Потом такой интересный момент увидели, что нестандартная форма операторов update и delete, по крайней мере, у нас на 11-й версии Postgres давали заметный прирост производительности по сравнению со стандартными SQL-операторами. Следующее. Естественно, у нас расписания, с которыми работает пользователь, они в базу вливаются, и они должны же оттуда и выливаться. То есть устаревшие, ненужные пользователи должны удаляться. И мы заметили, что удаление идет как-то очень мучительно и долго. Не должно так долго удаляться. Что же такое? Сейчас узнаем. У нас в Oracle было реализовано удаление дочерней таблицы. Через связь он делит каскад. И Oracle радостно удалял из двух таблиц сразу связанные объекты. Когда мы стали смотреть, а что же делает Postgres, при удалении 5 миллионов из родительской таблицы, из дочерней таблицы, он удалял их построчно. То есть было 5 миллионов отдельных запросов. Вот это вот реализовано было. Естественно, тогда скорости ожидать не приходится. Как решить? Используя специфически для Postgres способ Common Table Expressions. То есть мы удаляем в внешнем операторе, потом при помощи returning возвращаем то, что мы удаляли в дочернюю таблицу и при помощи этого множества данных удаляем там. Это помогло совершенно замечательно. После внедрения проблем с удалением у нас больше не было. Дальше жизнь продолжалась. И мы перешли к диагностике и лечению хронических заболеваний. А хронические заболевания были такие, что что-то стало все опять же медленно работать. Вроде у нас технология не менялась, объем примерно такой же, ничего не растет, но медленно появилось. Иногда даже скачкообразно медленно. Было хорошо, а потом в 15 раз стало хуже. Посмотрели в планы, откуда-то вылез секскан. Вместо индекса стал... Индекс перестроили, ничего не помогает, а все равно секскан. Стали разбираться, думали, может, статистика как плохо собирается. Давайте увеличим глубину сбора статистики. По умолчанию там стоит параметр 100. Вот поставим по максимуму. Там одна единичка, это 300 страниц. Ну, вроде помогло. Вот смотрите, опять процедура стала работать хорошо. Так, живем дальше. Проходит какое-то время. Даже вот такие вот расширенные способы сбора статистики не помогают. Перестроение индекса не помогает. А что делать? Ну, как что делать? Изобрести обходное решение. В Oracle же у нас хенты были. Для того, чтобы индекс использовать Oracle, там иногда ошибался, индекса не брал. Давайте Postgres'у поможем. У Postgres'а, конечно, хентов нет, но кое-что все-таки сотворить можно. Можно, например, запретить индекс-скан, порекомендовать, не использовать. И вернуть не обязательно как было, чтобы он только в рамках этой сессии работал, а не вообще в пределах базы. Тоже чуть-чуть помогает, а потом опять не помогает. Ну, а откуда же? Что же случилось-то? Оказывается, блотинг, то есть вроде как и база небольшая, и за таблицами следим, но расписание у нас люди строят, все это обновляется, достаточно быстро обновляется. Порядка 60% базы за неделю обновляется. Операторы делят, естественно, в массовом порядке присутствуют, как мы наблюдали. Поэтому надо разбираться, надо заниматься вакуумом, автовакуумом. Хорошо это рассмотрено и в книге, и в статьях Егора Рогова, и Алексея Лисовского. Спасибо. Я пока меня туда смотрел. То есть корень этих проблем в том, что реализация МВЦЦ в подгрессе, как известно, оставляет пустые ячейки, которые уже для нас пустые, потому что мы знаем, что они пустые, но подгресс о том, что они пустые, еще не знает. Их нужно обойти автовакуумом и пометить как пустые. А еще лучше не доводить до того, что у нас таблица распухает. Вот. Причем, естественно, в подгрессе есть автовакуум, но автовакуум в подгрессе по умолчанию настроен на очень, так сказать, нежный режим работы. Он от любого чиха поднимает лапки и говорит, лучше делай базовую работу, а я как-нибудь потом. И для многих таблиц это как-нибудь потом не наступает вообще. То есть, как в принципе борется с распуханием таблиц? Это либо правильная настройка автовакуума, либо ручной вакуум, либо вакуум фул, либо pg-репак. Но еще есть pg-компакт-тейбл. Вот. У всех этих методов есть там свои плюсы и минусы. Потому что автовакуум можно настроить агрессивно, тогда он будет успевать. И это в принципе считается оптимальным режимом работы. Особенно если база, нагрузка более-менее равномерно выражена. Сам обычный вакуум хорош тем, что он может выполняться параллельно, там одновременно таблицы, индекс, вакуумироваться. Он работает относительно быстро, он не блокирующий. Но он размер базы не уменьшает. Максимум может там в конце что-то отхватить. Вакуум фул фактически рядом строит новую таблицу, блокируется все, включая чтение. И можно этим заниматься только когда какое-то окно техобслуживания. Потому что никакой клиент с вакуум фулом у вас одновременно работать не сможет. Ну и pg-репак. Он тоже рядом строит новую таблицу, куда все переписывает, но блокирует только на момент переключения. Ну плюс еще вешает триггеры на исходную таблицу, которые в случае неудачного завершения процедуры у вас могут там остаться. Их надо будет ломом и лопатой оттуда извлекать. Поэтому по-хорошему, для того, чтобы ваша база данных поддерживалась в порядке, нужно иметь в своем арсенале возможности всех этих вариантов, просто применяя каждый из них по обстановке и правильно. Потому что, например, в нашем случае есть момент, когда нельзя настроить слишком агрессивный автовакуум, потому что люди пришли с утра на работу, получили какие-то задания, вот здесь тут будут ремонты, здесь будет план, и начали строить расписание на завтра. При этом они много читают, много пишут, сделали, потом сказали, нет, надо все неправильно, давайте переделаем, снова все это начинается, и до момента, когда они наконец результаты труда дадут в систему планирования дальше, их отвлекать от этой работы нельзя. Поэтому настроить автовакуум настолько такой, чтобы он сразу все чистил, не надо, в этот момент лучше пускай будет блот, пока они там занимаются. Потом, когда они расслабятся, все это отдадут, у нас будет почти полдня, когда система почти ничего не делает, ну, по крайней мере, на дорожном уровне. Тогда можно и вакуумом позаниматься, можно, если уж совсем дело запущено, и репак произвести. Вот. Поэтому, вот в случае, в нашем, мы такой способ выбрали. Так вот, снова вернемся к аналогит таблицам и к гистограммам. Такой вот замечательный случай. Срабатывает мониторинг, у нас функция работает чрезвычайно медленно. Залезаю в гистограмму. Функция устроена так. Сначала она получает блок информации от сервера приложений, складывает вот эту аналогит таблицу, как входной буфер. Дальше я оттуда читаю и начинаю заниматься основной деятельностью. 95% времени исполнения процедуры было на чтение из этой TMP таблицы, в которой ноль записей. Полное непонимание в начале и полное понимание в конце. Оказывается, в нашем случае автовакуум нежный не приходил в эту таблицу никогда, в аналогит. Там действительно было ноль записей, но мертвых записей там было вон там 15 миллионов. Вот эффект, казалось бы, от пустой таблицы. Такие же эффекты могут быть там, когда каунт, звездочка спрашивает, опять же, от пустой таблицы, а там лежит ввод. И он эти ввод должен прочитать, потому что он же не знает, в рамках данной транзакции эти записи нужны или нет. Поэтому вакуум в пустой таблице это вещь, которая для приходящих из Oracle кажется дикой и новой, но пока ее не примените на практике, это может вызывать самые неожиданные эффекты. Так в итоге, как мы настраиваем автовакуум? Мы настраиваем автовакуум индивидуально для наиболее часто изменяющихся таблиц, потому что мы сами знаем, какие таблицы у нас наиболее часто изменяются. То есть не обязательно настраивать автовакуум для всей базы целиком, можно для отдельных таблиц эти настройки сделать отличающиеся по умолчанию. И у нас все-таки система достаточно инерционная, у нас стоит пока везде 11-я ванильная версия. Мы планируем, естественно, ее повышать, но это так просто не делается. В 11-й версии вакуум настроен очень неагрессивно. Уже начиная с 12-й настройки заметно стали лучше, но все равно их надо еще докручивать. В нашем случае мы ставим такие настройки на основные часто изменяющиеся таблицы. И это заметно улучшает ситуацию. Поэтому написано помогает надолго, но не навсегда. А не навсегда, потому что мы не можем выкрутить слишком агрессивно, чтобы вакуум не мешал работе в период пиковой нагрузки. Поэтому в итоге мы пришли к такой схеме, что раз в месяц мы делаем погорепак в ночное время, когда никто нашей системой в этот момент не пользуется. Ночью можно делать обычный вакуум, тоже хорошо помогает. И индивидуально настроенный автовакуум. И в среднем у нас стало в три раза лучше все это работать. Но по крайней мере наша задача не то, чтобы мы работали быстрее всех, а наша задача, чтобы работали так, чтобы пользователи могли свою работу выполнять, не ожидая ответа от базы данных. И на основе нашей системы, которую мы делали, когда переносили, мы стали строить новую систему. На производительность системы мы можем повлиять на уровне проектирования, на уровне выбора API, средств разработки. Можем повлиять на уровне, когда мы переносили, просто как переписать хранимые процедуры, здесь мы уже ограничены в выразительных средствах. А когда мы что-то делаем с нуля, уже знаю, что мы будем работать с позыгастом, мы можем, конечно, сделать все хорошо. Вот в нашем случае мы поработали, например, над тем, как хранить объекты расписания, и вместо трех таблиц, которые в исходной базе, мы сделали там семь таблиц. А в результате плотность хранения информации повышилась настолько, что одно и то же расписание стало занимать там от 10 до 100 раз меньше. Это нам понадобилось для того, чтобы на центральном уровне, куда стаскиваются вот эти наши большие расписания и используются в каких-то аналитических построениях, чтобы можно было базу такую все-таки держать относительно компактной, даже для такой большой системы. А во-вторых, делать по ней запросы по предварительно насчитанным каким-то данным. То есть это мы уже все-таки переходим. Нельзя сказать, что там у нас было у LTP, у нас, конечно, не у LTP, у нас огромные транзакции редкие, но здесь это уже ближе к аналитике. И, собственно, продолжение следует. Наша новая аналитическая база только вошла в эксплуатацию. Там есть и партицирование, там есть все. Я думаю, будет о чем рассказать дальше там на PG-конфах и на хайлодах. Впереди мы надеемся перейти на PostGIS Pro, потому что самодельные способы логирования это хорошо, но, так сказать, профессиональные лучше. Тем более, что у нашего заказчика эта система есть, надо просто эту работу организовать и сделать. Так что я думаю, что скучать не придется. Спасибо. Голосуйте за доклад. Задавайте вопросы. Спасибо. Ваши вопросы. Вот первый вопрос у нас есть. Спасибо большое за заклад. Подскажите, вот вы упомянули, что вы использовали специальные апдейты и делиты, постгрессовые, и это приносило вам прирост производительности. Можете пояснить, в чем отличие вот этих запросов апдейт и делит от оракловых? В оракле просто такой синтаксис не поддерживается. У оракл свой, конечно, есть нестандартный синтаксис, но в данном случае у постгресса синтаксис именно постгресса. И на тот момент, это была десятая версия еще постгресса, у нас действительно работало быстрее. При переписывании одного и того же запроса просто синтаксически, используя другую форму. С этим эффектом мы столкнулись. Естественно, что значит формировался другой план, который был более быстрый. День добрый. Спасибо за доклад. У меня два вопроса. Первый вопрос все-таки, почему, я так и не понял, почему не подошла аналог таблица? Если считать, что юзкейс такой, что аналог таблицы это временные таблицы, то кажется, что очищаться они должны типа транкейтом, а после транкейта и автовакуум не требуется. Вообще никакой вакуум. Соответственно, это первый вопрос, а второй очень интересно, как организовали репликацию, когда одновременно работали и постгресс, и Oracle. Спасибо. Спасибо. Отличный вопрос. Я этот момент упустил. Смотрите, во-первых, почему нельзя транкейт? Потому что у Oracle temporary таблица, да и у постгресса тоже, она для данного запроса своя персональная. А когда это аналогит таблицы, чтобы она стала персональной, надо вводить еще ключ слоя, чтобы ей пользоваться, могли одновременно, эта процедура вызывается не один раз, а может параллельно вызвано два или три экземпляра этой процедуры, и каждая должна получить свой набор данных, которые лежат в этой Unlocked таблице и разделены просто ключом слоя. Поэтому нельзя делать транкейт, остальные слои сотрутся. А что касается одновременной работы Oracle и постгресса, у нас, поскольку в Oracle был стандарт эдишн, то часть процедур, которые связаны с передачей расписания между соседними базами была реализована в виде процедур. То есть такая репликация средствами приложения, потому что Oracle стандарт эдишн он стендбай по лицензионным соглашениям не поддерживал. И эти процедуры нам очень пригодились, когда мы переехали на постгрессе. Просто у нас была процедура, которая вместо дата бейс линка в Oracle, дабы линка, здесь ходила по Oracle FDV или постгресс FDV и то же самое делала с процедурой на стороне другого сервера. Все это замечательно работало. Спасибо. Следующий вопрос. Спасибо большое за доклад. Вопрос в продолжении предыдущего по аналоге таблицам. А почему не сделали секционирование? Тогда бы каждый пользователь имел свою секцию и мог бы спокойно делать ранкейт. Спасибо. Это красивое решение, но к тому моменту мы поняли, что проще сделать обычные временные таблицы. Они еще быстрее работают. Потому что секцией надо заниматься, поддерживать какая-то инфраструктура вокруг этого. Спасибо. Вот у нас рука во втором ряду спереди. Анатолий, спасибо за доклад. Вы говорите, очень много копий сломали об логе. Вы логируете и insert into табличку с логами. Ретроспективно, не проще ли было написать свое расширение постгресса для логов? У нас не очень большой коллектив разработчиков и, как правило, задача столько, чтобы писать еще. Приятно сделать некий пед-проект, который бы пригодился сообществу. Но здесь у нас, во-первых, уже под старый вариант логирования все было записано. Мы рефакторинг при переезде делали, но только вот по необходимости, что нельзя не сделать. А это все-таки к категорию, к чему хотелось относиться. А так, да. Но с другой стороны, возможность вызова параметра процедур, что такая процедура с такими параметрами вызывалась вот тогда-то. Это бесценно. Потому что если что-то идет не так, вы просто ручками берете эту свою процедуру, берете этот набор параметров и вызываете ее до тех пор, пока не убедитесь, что все работает хорошо. Вот. Поэтому логи это то, с чего мы просто сели, вот когда нам задачу поставили и стали думать, а как же мы будем писать логи? Потому что без этого дальше двигаться, пока мы этот вопрос не решили, мы дальше двигаться просто не могли. А потом уже как-то все пошло хорошо. Ну, то есть, если бы сейчас сделали, сели это делать еще раз, то вы бы сделали так же? Ну, сейчас я бы, наверное, добился, чтобы дали Postgres Pro и, так сказать, использовалось промышленное решение, а не велосипедное. Ну, а если нет, тогда да, может быть и так. Спасибо. Спасибо. Спасибо огромное за доклад. Вопрос. Вы показывали планы запросов, которые были построены внутри различных функций. А как вы их получали? Нет, нет, нет. Возможно, я ввел в заблуждение. Вот эти планы были построены, когда уже пошагово я ходил по этим функциям, что я искал оператора, когда уже совсем такой глубокий разбор, непонятно, что происходит, и ты идешь просто вот по этим этапам руками, доходишь там до 19 этапа и смотришь план. К сожалению, из Postgres я не научился строить такие красивые планы, чтобы можно было их записать куда-то в табличку и потом на досуге сравнить. Вот в Oracle так было, а в Postgres пока у меня так нет. А смотрели на, ну, либо AutoExplain, это понятно, либо на PG Query Plan. Вот я его даже упомянул в докладе, что он есть. Это, в принципе, возможно, но пока еще нами не реализовано. Спасибо. Спасибо. Еще вопросы? Ну что ж, если они у вас возникнут, то вы всегда сможете задать их спикеру, во-первых, сейчас в дискуссионной зоне, а потом, а, нет, мне показывают, у нас есть вопрос в чате, да? Одну секунду. Да, у нас есть вопрос от слушателей. Было бы здорово, если бы Postgres Pro сделал дистрибутив с включенным по умолчанию dt-трейс флагом и понаделали бы побольше трейс-поинтов для того, чтобы можно было собирать статистику снаружи через eBPF, например, как раз при вызове хранимых процедур. Вопрос, наверное, к уважаемым коллегам из Postgres Pro. Ну, вопрос, наверное, не к спикеру. Я только поддерживаю. Я за это, да. Подтверждаю, да. Было бы здорово. Это было бы удобно. Спасибо. Ну что ж, тогда как я… За лучший вопрос. Да. Настало время выбрать лучший вопрос и отметить это. Да. Мне понравился очень вопрос по практицированию таблицы для того, чтобы аналоги-то сделать. Вот. Тогда мы дарим железнодорожную кружку, на которой расписание нарисовано. Тут год немножко не тот. Я взял из музея, из нашего. Но зато всем очень нравится почему-то вот наличие расписания прямо на кружке. Спасибо. Поднимите руку, чтобы ваш подарок вас нашел вот здесь вот по центру. И также у нас есть подарок для спикера. И пока он идет, давайте поблагодарим его за этот интересный доклад. Спасибо большое. И вам спасибо за ваше внимание. Продолжайте слушать интересные доклады, ловите спикеров, задавайте им вопросы, а мы уходим на перерыв. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok